Замечательным соседом Людмилы Савельевой стало отделение почты. Она и ходит туда по-соседски, в домашних тапочках, за газеткой. Я выписываю ростовский вестник, ЗОЖ, сваты, сваты на даче. Кроме Людмилы, Лазарцевскую почту посещает больше 400 жителей поселка. Работает здесь всего два человека, заведующая и почтальон. С февраля в их распоряжении несколько новых помещений. Здесь почтальон работает, обрабатывает почтовые отправления, поступившие в доставку, подбирает их по ходовику и отправляется в доставку. Вот ее рабочее место. А здесь у нас кладовая для хранения материальных ценностей и почтовых отправлений. А еще месяц назад это отделение ютилось в старом и ветхом деревянном доме. Крыша текла, пол проваливался, но это полбеды, рассказывает заведующая. И просит внимательно посмотреть на ее одежду. Чистый халат, бейдж, в чем же подвох? Если бы около месяца назад отделение почты не переехало в новое помещение, внешний вид работников был бы совсем другой. В старом здании не было отопления. В курточке одетая, прям как шорт ходила по улице, так и сидела на помещении. В варечках работала. Это отделение удалось сохранить. В первую очередь благодаря местным активистам. Нина Викторовна скромно молчит. Но именно ее перу принадлежит письмо властям с просьбой о помощи. Вообще она председатель местного совета ветеранов. Но глава Семибратова в шутку назначил ее на другую должность. Сам Александр Владимирович Якин называет ее нашим президентом села. Потому что она инициатор всех вот таких начинаний для жителей села, для людей. Настал момент, когда мы должны были помочь и людям, и почте выделить помещение, двухкомнатную квартиру, которая пустовала. Переезд состоялся месяц назад. Это отделение сохранили, потому что этого хотели все и люди, и местные власти, и областные, и сами почтовики, говорит заместитель губернатора Эдуард Лысенко. Мы видим здесь прекрасный пример людей, которые постоянно находятся в контакте и взаимодействуют. Вот мы общались также с руководителями Ростовского почтамта. Ну, конечно, на территориях все решают люди. В целом, почтовый вопрос в регионе остается непростым. Но именно пример с Лазарцево можно взять на вооружение и другим районам губернии, в том числе отдаленным. Александр Лисицын, Денис Лосев. День в событиях.